Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. А турпоток сейчас предугадать сложно, пояснила Лагунова. В целом на мероприятии обсуждалась перспектива введения курортного сбора. По мнению Лагуновой, даже маленький побор влечет напряжение среди туристов. Особенно может пострадать небольшой бизнес, для которого отказ каждого клиента от поездки ощутим. Программа Экономика. Должники по налогам за землю и жилье заплатили 145 миллионов. С начала года сумма задолженности физлиц по имущественным налогам снижена на 20%, заявляют в Кировском управлении налоговой службы. Там отмечают, что взыскивать вовремя неуплаченные налоги им помогают совместные рейды судебными приставами. Примерно 27 миллионов удалось собрать именно в результате таких рейдов. Узнать о долгах, напомню, можно в МФЦ, туда нужно обратиться с паспортом, и при наличии долга его там же можно оплатить. Экономика. На 101%. Кировские аграрии увеличили производство молока. За прошлый год оно выросло на 7% и достигло 560 тысяч тонн, сообщает Кировстат. Уже несколько лет Кировская область лидирует в Приворском округе по надое на одну корову, отмечают в ведомстве. Лидеры по производству молока в регионе – Куменский, Зуевский и Оречевский районы. На их долю приходится треть всего объема. Отмечается положительная динамика в производстве скота и птицы на убой. Рост на 4%. А вот сбор зерновых снизился на 10%, семян на 5%, настолько же уменьшился выпуск яйца. Экономика. В завершение валютах доллар сегодня 58,97, курс евро – 67,20 руб. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове.